Дети – цветы жизни. Но что делать, когда садик запущен, забит садниками и все краски съела тля? Конечно, пригласить специалиста. Непростого, особенного. Няня особого назначения Виктория Дмитриева знает, что делать. Создатель авторской методики «Школа современных родителей», семейный психолог и опытный цветовод «Мама трёх мальчишек» выдаст качественные удобрения и спрячет грабли, чтобы на них больше не наступали. Вырастим детей вместе. Самое полезное семейное реалити – няня особого назначения. По правилам проекта «Шесть дней» Виктория Дмитриева работает с семьёй. Первый день няня Вика знакомится с семьёй. Во второй день наблюдает за происходящим и составляет план действий. А в третий день устанавливает новые правила и делит обязанности. А что же в четвёртые и пятые дни? Самое главное – изменятся ли наши герои? Получится у них выдержать эксперимент и спасти самое дорогое? Мы начинаем. Смотрите прямо сейчас. Это столица России – Москва. Именно здесь живёт многодетная семья Комаровых. КОМАРОВЫ Поиграй со мною! Поиграй со мною! Мать пятерых детей, домохозяйка Наталья, 41 год. Мне надо ужин готовить. У вас целая комната игрушек, лего, куклы, домики. Отец семейства Сергей, 47 лет. Работает завхозом в православной церкви. Чего никто не встречает меня? КОМАРОВЫ ПАПА! Тихо-тихо-тихо-тихо! Не задавите никого! Старшая дочь Анна – 8 лет. КОМАРОВЫ 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 Сын Константин – 6 лет. Ты что, Петя, мне что? Я иду! Ну иди, что? Тимофей – 4 года. Смотри, красный круг. Да, точно. Двухлетний Илья. Илья, перестань плакать! Орать, перестань. Я тебе сказал, перестань орать. Пожалуйста, перестань орать. И самый младший – сын Александр. 8 месяцев. Ку-ку. Кто это? У нас такая анархия. Ай! Да Аня, не ломай! Смотри, я не ломаю. Ты злой, ты раз. Сложно жить, когда у тебя пятеро детей. У каждого свой характер. Тебе нужно подстраиваться под каждого ребенка. Илья, что ты платишь? Ну, тоненький нужный. Я ему даю. А у меня добрался. А ты возьми другую. А у меня там посуда, готовка, либо там ужин. Еще кто-то кричит одно, кому-то еще что-то нужно. Да, давайте я буду с вами играть. Хорошо, кто нас кормить будет? А кто убираться будет? Я? А у меня сколько рук, посмотрите. У меня порой не хватает ни сил, ни терпения. Уже просто все на пределе. И мама, я у вас одна. А кто меня пожалеет? А папа у нас праздник. Придет, раздаст всем конфеты и ложится спать. Ну уж пусть лучше папа будет праздник, чем папа будет какая-то черная туча с молниями и грозой. Все, давай, мама, тебе пальцы. Давай быстренько. И он не понимает, что нужно мне помочь. То есть он пришел, он устал, он лежит. Женщина должна рожать детей, должна кормить мужа, вытирать нос детям. То есть все это нормальное явление. Так хочется, чтобы он вник и прочувствовал это все на себе, чтобы он понял, что сидеть с детьми дома еще успеть убрать, приготовить, и чтобы дети были чистенькие и развитые. Это очень сложно. Няня Вика, помоги мне. Огромных проблем я не вижу в нашей семье. Может быть, и есть какие-то недочеты в воспитании, в понимании. Ну, такого вот критичного я не замечаю. Не имея поддержки отца, мама решается позвать на помощь главного специалиста России по сложным ситуациям в семье Викторию Дмитриеву. Няня Вика готова помочь многодетной маме и уже направляется к семье Комаровых. Здравствуйте! Я Виктория, я к вам. Выходите. Меня зовут Наталья, это наш маленький самый Александр. Здравствуйте! Я Вика. Тебя как зовут? Костик. Ну, это какое-то излучение такой доброты, знаний и какой-то вот такой мощный луч света. Это наша детская комната. Здесь у нас двухъярусная кровать, но на ней никто не спит. Двое старших спят на одном спальном месте. Ну, вместе спят, да. Кто где спит? Мы там с Костиком. Я и Костик вон там. Вместе? Да. Да? Да. Это, конечно, интересно. Это недопустимо. Это может очень плохо сказаться, когда дети будут взрослее. Поэтому, конечно, эту ситуацию нужно прекращать. А где муж, кстати? Папа наш на работе, как и все мужчины. Вот, поэтому я с ними целый день одна кручусь. Скоро должен прийти. Мы вас очень ждали, поэтому мы с детками испекли печенье специально для вас. Ой, спасибо огромное. Присаживайтесь к нашему чаю. Ань, а расскажи, пожалуйста, какие у тебя отношения с Костиком? Деремся. Мы с Костей часто деремся, потому что он мне ничего не дает. Потому что бесит. Потому что Аня первая начинает бесить. Я очень сильно сейчас на данный момент переживаю, что старшие Аня и Костик дерутся между собой. Они могут задеть друг другу в глаз, в лоб и куда угодно. А как ты реагируешь на их драки? Начинаю разбираться, то оказывается, что та первая задела. И поэтому, ну, в тупик. А драка помогает решить конфликт? Нет. Нет. И между младшими детьми Илья и Тимофея, потому что у нас Илья очень такой истеричный мальчик. Когда он что-то требует и просит, у него сразу начинаются истерики, от которых просто хочется сбежать. Мне кажется, что слышит весь дом. Вот этот ангелочек. Да, вы просто его еще не видели в деле. Тимофей не говорит, поэтому им сложно вообще контактировать. Тимофей у нас особенный ребенок, но мы его как бы не выделяем. Поэтому они тоже дерутся, потому что, ну, как, если словами не получается, то нужно драться. Все, в ход идут кулаки. Про Тимофея я узнала еще, будучи на 16-й неделе беременности, что у меня такой будет малыш. Две недели у меня был просто ужас в голове. Мне снились сны какие-то, как он тянет ко мне ручки, я его глазки видела. Ну, много информации я почерпнула в интернете, я пообщалась с такими же мамами. Я родила, я нисколечки не жалею. То есть это наше такое солнышко, которое воплощает в нашей семье какое-то добро, всех вот объединяет. В современном мире дети с синдромом Дауна могут прекрасно адаптироваться, социализироваться. Они вырастают, даже создают свои семьи, устраиваются на работу. Но, конечно, у них есть особенности развития, и по некоторым моментам их развитие отличается от других детей. А как у вас с мужем распределяются обязанности? Кто, что делает? Папа только посуду моет, а обычно он только ляжет на кровать и смотрит телек, а потом засыпает, а мама сама убирает. Папа у нас работает, конечно, он приходит уставший, потом он ложится, а все остальное делает мама. Да. Еще никто не встречает меня. Папа пришел. Папа, папа. Папа! Не задавите никого. Тимонька, Тимонька, неси на кухню. Ой, опять ты что-то принес. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Вика. Я Сергей. Очень приятный Сергей. Так, тихо, тихо. Мои красные суши! Мои, 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 мои! Я буду сушик! Я буду сушик! Бывает так, что я приготовлю, а он приходит, вот, папа праздник с едой вкусной, меня просто трясет внутри. У нас сейчас обед, суп, ну какие суши! Естественно, маме нужен, естественно, отодвигается на потом, что, в принципе, мне тоже обидно. Это вкусно! Вот папа праздник. И сколько ты денег на это потратил? Достаточно. Сережа нерационально использует наш бюджет. То есть, вот он может там раз пригласить меня в ресторан на 5 тысяч. Вот это для меня просто шок. Я на 5 тысяч могу 2 недели там есть, грубо говоря, дома питаться, да? Мы же не каждый день это едим, правильно? Чего ты начинаешь? Ой, у вас такой разный подход, да? Если в семье есть разный взгляд на формирование бюджета, то это обсуждается, ну, как-то заранее. Расписываются основные доходы, расходы, основные статьи бюджета. Это не решается какими-то бытовыми претензиями. Ну что, вкусно? Класс! Кайф! Это класс! Класс! Вот так надо показывать. Комаровы закончили трапезу и готовы приступить к выполнению традиционного задания от няни. Им нужно нарисовать свою семью. Рисунок мне поможет оценить, вообще понять вектор работы с вашей семьей. Надо понимать, что семья видит меня в первый раз. Им, возможно, сложно открыться, им сложно мне напрямую сказать о своих проблемах. А рисунок позволяет это сделать. Мам, смотри, как он тебя нарисовал четырех рукой. Ты посмотри, как я вас всех рисую вообще. Кто это? Пап, похоже на тебя. Ты меня порадовал, серьезно. Такого рисунка я не встречала ни в одной семье. Есть у меня нотки неординарности. Мама здесь многорукая. Шива. Да. Но лицо у нее от этого не очень счастливое. С одной стороны, я хотела восхититься, что твой муж правда понимает, что ты выполняешь колоссальную работу и труд. Меня это очень порадовало. То есть, ну, вроде бы он, значит, понимает, что у меня не две руки, а шесть, и я все успеваю. И папа там где-то стоит, сочувственно, одну руку помощь протягивает. Нет, две. Она просто прочитала то, что, ну, можно было написать это буквами, а я это нарисовал. И она просто прочла. Хороший специалист. Мы здесь, очевидно, понимаем, что папа немножко себя дистанцирует от этой истории. Это печальная история для многих семей, когда папа вроде и понимает, что маме непросто, но все-таки предпочитает оставаться где-то в стороне. И по-хорошему вот над этим надо будет поработать, чтобы папа у нас был включен в семейную систему, а не выключен из нее. Папа должен быть тоже в семье. Не то, чтобы я там пришел, тебе помог отвезти детей в сад или в школу. Нет, значит, пришел, помог. Это у тебя должно быть в голове, то есть как обязанность твоя в априоре. Ну и последнее у нас сдала свое рисунок Анечка. Очень нестандартное расположение членов семьи на листе. А вот мама с Костиком, ровно так же, как вы сейчас стоите. У папы вообще контакта толкова? Никакого. Ни с кем. Да. Ну почти. Тут младшие братья, я так понимаю, очень средние, они вместе. Они проводят вместе время? Да. Как вообще? А вообще, как бы, Тимофей же, он немножко отстает в развитии, поэтому для меня они вообще как близнецы. Ну я могу сказать, что они и нарисованы как близнецы. Во-первых, конечно, мне многое стало понятно, и я думаю, что это понятно и вам, и эти рисунки подсвечивают очень многое в вашей семье. Эту картину мне бы хотелось изменить. Изменить, чтобы многорукими были оба. Чтобы это изменить, у няни будет пять дней. Завтра она вернется, чтобы провести с Комаровыми весь день. И после составить новые правила жизни для этой семьи. Ты думаешь, получится? Ну, очень хотелось бы, чтобы она нам помогла. Ну, по рисункам прям... В точку? Прям в точку все. Да, Санек? Да, Санек. Нам нужна няня. Нам нужна няня. Знакомство с новой семьей всегда волнительно, ведь никогда не знаешь, чего ожидать. И сегодня самым неожиданным для меня был рисунок папы. И я понимаю, что этой семье не просто нужна моя помощь, а нужна помощь маме, чтобы я помогла ей включить и отца в обязанности ухода за детьми. Но, конечно, наверняка здесь есть еще какие-то проблемы. Завтра целый день я буду с этой семьей, будет день наблюдения. Возможно, я увижу еще что-то. Сегодня няня Вика будет внимательно следить за поведением всех членов семьи, чтобы в дальнейшем его скорректировать. О! Доброе утро! Доброе, заходите. А что, вы меня в куртке встречаете? Я покидаю вас, я на работу. Ну, а все семейство остается? Они завтракают как раз. Я же сегодня у вас целый день проведу. Ваше право. Смотрите, я сегодня буду наблюдать за жизнью, за обычной жизнью вашей семьи, чтобы сделать какие-то свои выводы и понять, как мы с вами будем выстраивать работу. Поэтому просто живите, а я где-нибудь тут рядышком буду подглядывать. Хорошо? Очень волнительно, что кто-то еще увидит все наши драки, ссоры, руганьи. Ты омлет будешь? Угу. Угу. Ань, ты будешь яйцо? Мама, какао. Илья, ты будешь жареный хлебушек? Илья, подойди сюда. Я заказываю два бутерброда. Илья, ты будешь яичко? У нас завтрак – это самый отвратительный для меня прием пищи, потому что каждый ест что-то свое. То есть кто-то ест кашу на молоке, кто-то ест кашу на воде, кто-то ест ее соленую, кто-то сладкую. Вот. Я ничего с этим поделать не могу. А вы готовите каждому что-то свое? Я каждому свое готовлю, да. Святой вы человек. А почему бы не готовить что-то общее на всех? Я же не могу впихнуть в Ваню омлет, от которого она давится. Я их избаловала этим. И порой после завтрака я уже выжатая, как лимон, думаю, этот день только начался. Невозможно вот так делать, как в ресторане, каждому свой отдельный заказ, сама при этом с малышом на руках. В общем, я уверена, что над распорядком дня в этой семье точно надо поработать. Писать. Писать? Меня покорил писсуар прямо на кухне. Мы к этому привыкли. Для нас это, мы же это видим каждый день, для нас это привычно. И когда сейчас пришла Вика, стало безумно стыдно. Но на самом деле для нас это было огромным спасением. И все научились туда ходить, писать не в подгузники, не в памперсы, а именно в писсуар. Мы приучаем ребенка к горшку, к тому, что он не использует подгузники, а ходит в туалет. Мы же приучаем его не только писать в определенное место, нужно приучать его и к культуре, где это делать можно, а где нельзя. Ай, ну почему он всегда кричит с вами, когда играет, а? Мы не понимаем, чего он хочет. Илья, тебе это нужно? Это нужно? Для нас это вообще ежедневная норма, его истерики. Илья, перестань плакать! Илья! Просто привыкла к этому состоянию, когда он орет, поэтому я уже не знаю, что... Я уже просто стараюсь на него обращать внимание, потому что я не знаю, как себя вести. Ну, потому что он никак не переключается. Будет кричать, вот пока он сам как-то там не успокоится. Хватит ныть! Как ты надоел? Детям старше трех лет важно донести, что, во-первых, если это истинная истерика, и ребенку действительно тяжело, то вы всегда рядом, вы его утешите, обнимете, успокоите. А если это манипулятивная истерика, то есть истерика с целью получить желаемое, то вы на нее не поведетесь. И здесь важно просто научиться выдерживать детские истерики. Ну, что опять случилось, а? Тимофей дарил его по спине. Вы научитесь играть все вместе когда-нибудь? Ну, сколько можно-то? Я ничего делать из-за вас не могу. Я только хожу и успокаиваюсь. Давайте я с вами сяду вот так вот, буду сидеть, а вы пойдете кушать, готовить. Давайте? А может быть, вы все-таки научитесь между собой играть вместе? Мама хочет, чтобы дети играли вместе, но на самом деле совместной игре детей надо учить. У них нет этого таланта от природы. И иногда нужно буквально показать, как таким разновозрастным детям играть вместе. Ань, позовите Тимофея. С Тимофеем не очень интересно играть, потому что он вечно все ломает. Тимофея, иди сюда. Нет, так он не пойдет. А почему он не хочет? Ну, вообще, нечистою со мной играть, потому что он знает, что они его выгоняют. Они его всегда выталкивают, и он с криками, ну, с плачем всегда уходит ко мне, и все, и он остается в результате со мной на кухне. Вообще с ним не играете. Ну, он такой же, так же хочет с вами играть, как и вы все. Да, он сложный, он не разговаривает, но он ваш брат, и с ним нужно тоже играть, и научить его играть так, как вы играете. Тимофей особенный ребенок, но это не значит, что он не умеет, не хочет играть вместе с братьями и сестрами. И он, правда, старается играть с другими детьми, но не все игры для этого подходят. И вот тут как раз нужна помощь родителей. Вот здесь ставь птичку. Крути ее, верти. Нет, неправильно. Смотри, нет, не так. Клюв у нее с этой стороны, у тебя с другой стороны клюв. Чаще всего я занимаюсь для того, чтобы он не только был социально развит, но и какие-то навыки. Умение резать ножницами, рисовать. Это все не так просто дается таким деткам. С этим нужно вкладывать очень много времени, для того, чтобы этому обучить. Есть такой миф, что с детьми с синдромом Дауна нужно намного больше заниматься, чем с другими детьми. Порой общение его с братьями и сестрами развивает его даже лучше, чем какие-то специальные занятия с мамой. Он будет тянуться, он будет подражать и будет развиваться благодаря этому. Привет. О, папа пришел. У нас на ужин-то есть что-нибудь? Я не успела. Ты целый день дома. Я должен еще приготовить, я с работы пришел, должен готовить. А у меня тоже работа, я мамой работаю. Целый день я работаю мамой. А выбрать времени на то, чтобы приготовить ужин, у тебя нет? Нет. Женщина должна встречать мужа и готовить ему. Когда? Объясни мне, пожалуйста. Я настолько сейчас возмущена вот этим монологом папы о том, что есть такое правило, что когда муж приходит, его должны встретить и покормить. Но есть также правило взаимопомощи в семье. И когда мама одна с пятью детьми маленькими дома, это естественно, что когда вечером он придет с работы, то нужно ей помочь, нужно ее подменить. Так посиди с детками, я приготовлю. Посиди, чтобы меня никто не трогал. Либо давай поменяемся. Ты стоишь у плиты, я пойду поиграю с детьми. Дай мне 20 минут, я приготовлю. Держи, поиграй с детками. 20. Я вот хочу спросить, вы реально видели женщину, которая с детьми дома сидит? Она постоянно занимается детьми, бытом, уборкой, готовкой. То есть сидит дома, вообще не подходит к определению мам в декрете. Ребят, давайте во что-нибудь поиграем. Во что хотите поиграть? В телефон. Отлично. Мама выполнила обещанное. И через 20 минут еда была на столе. После ужина пришло время угладывать детей спать. Ладно, сейчас, сейчас. Возьмите. Под вечер начинается вообще у всех, мне кажется, какой-то психоз. И после почистки зубов у них может быть вот, они на что-то там тумблер включаются. Давай снимай шорты. Вставай. Ох ты, летчик. Укладывание спать, это, наверное, какой-то прям забег. Костик, на место, бегом. А куда Тимофей опять делся? О, я вас никогда не уложу спать. Очевидно, что она укладывает их слишком поздно. Они уже перевозбужденные, уже ее не слышат. Все, я выключаю свет, мы спим. Очень жаль, что Наташа приходит справляться с этим укладыванием в одиночку. Ведь на самом деле папа и нужен для того, чтобы помогать в такие моменты. Особенно, когда детей пятеро. Мама, пошли со мной спать. Да, их очень тяжело уложить. Это нужно выключить свет и всем просто лечь. А я не могу этого сделать, потому что у меня еще какие-то есть дела. Это же ужас какой-то. Они же не слушаются. Аня! С самого утра и вот до позднего вечера я вижу в этой семье абсолютное отсутствие распорядка, дисциплины и хоть каких-либо границ. Конечно, без этого в многодетной семье, да в общем и в любой другой семье, где есть ребенок, нельзя. Ну-ка, быстро все легли спать! Аня, ару! Я уже устала на вас кричать. Илья, ну-ка, быстро лег спать. Аня, я кому сказала спать? Ну что такое? Ну что ты делаешь-то? Ну-ка, быстро легла. Аня! Стоп! Хватит. Я достаточно увидела, чтобы сделать выводы. Завтра я приду к вам с новыми правилами. Так больше продолжаться не может. 20% российских детей растут в многодетных семьях. И, конечно, мы все мечтаем, чтобы эти семьи были дружные и сплоченные. Но для этого нужны определенные правила, границы, дисциплина и распорядок. В этой семье я такого не увидела. Поэтому у них есть риск из дружной семьи превратиться в группу людей, постоянно конфликтующих друг с другом. Я уверена, что именно над этим мне нужно поработать в этой семье в первую очередь. Дети еще хуже стали вести себя при постороннем человеке. Поэтому, не знаю, я что-то даже засомневалась. А ты все няня, няня. Потому что она тебе прям сразу решит все проблемы. Ну, я да. Мне уже просто, я не знаю, как вести себя с детьми и что делать. Ну, посмотрим. Виктория Дмитриева разработала новые правила для семьи Комаровых и готова их озвучить. Здравствуйте. Доброе утро. Проходите. Сегодня сложный день. Сегодня я буду оглашать вам новые правила. Мне очень волнительно, какие правила приготовит няня. Потому что, ну, любое правило, его нужно соблюдать. А вот сможем мы это соблюдать, это большой вопрос. Итак, правило номер один. Это ваш распорядок, который нам с вами необходимо зафиксировать и его придерживаться. Прежде всего, страшно для меня, потому что я прекрасно понимаю, что этот график будет на мне, и мне нужно его прежде всего самой придерживаться, а потом только требовать этого от детей. Второе правило. Правило номер два. Мы сделаем индивидуальное время для каждого ребенка. Главное – уделить друг другу внимание. Правило номер три. И Аня и Кость уже находятся в том возрасте, когда им, разнополым детям, не стоит спать вместе. Потому что часто в дальнейшем это приводит к так называемым недетским играм. Пубертат сейчас, переходный возраст, он ранний. Дети созревают намного раньше, чем мы с вами. И ранний пубертат сейчас с девяти лет. Я прекрасно понимал, что их надо разводить по разным, ну, будем так, углам. Я просто не думал, что так рано. Этот вопрос мы обязательно проработаем отдельно, потому что он не только про сон, он про личные границы, про половое воспитание, которое в этом возрасте уже должно быть. Да, и про то, чтобы каждый имел свою отдельную зону и понимал, где граница его тела и граница тела другого человека. Ну, и правило номер четыре. Папе нужно больше времени проводить с детьми и вникать в проблемы детские. И семейные, и домашние. Я вообще руками и ногами за это правило. Все те вещи, которые может научить папа, я хочу, чтобы этим занимался папа. Я очень хочу, чтобы ты стал не просто помощником, подмастерием, которому Наташа там, ну, помоги мне, ну, выдели мне 20 минут, да, а полноправным участником всего этого хаоса. Не, ну, это справедливый пункт, почему нет? Потому что если, как бы, папа не будет заниматься детьми, то кто-то другой будет заниматься детьми. Итак, вот ваши правила. Вы повесите их на видное место, и мы с вами вместе будем работать над тем, чтобы эти правила были не только написаны на бумаге, но и действительно воплощались в жизнь в вашей семье. Я и сама готова эти правила исполнять, дабы в нашей семье царил все-таки какой-то порядок. А у меня есть выбор? У меня нет выбора. Сейчас будем вешать правила на холодильник, но прежде чем что-то повесить, нужно что-то снять. Я вас очень попрошу придумать другое место для писсуара. И в три года ребенка мы уже вполне можем учить тому, что люди так принято писают и какают где-то в отдельной комнате. Будут только очень рады. Нам надо вот это вот оторвать. Оторвай сильнее, давай! Давай, лекров. Все, пойдем добраться. Давайте поаплодируем ему. Супер! А вы ему покажите еще, где теперь. Начинаем жизнь по новым правилам. Я, наверное, пойду на работу. А как же? Четвертый пункт. К вечеру ближе. Обещаешь? Практически клянусь. Хорошо. А пока семья приступила к выполнению новых правил без папы. Итак, Наташ, правило номер один. Составить график, то есть распорядок дня. Распорядок нужен не только детям. Он нужен в первую очередь и тебе, чтобы немножечко устаканить все, что происходит. Я увидела, что и у Натальи нет никакого графика, распорядка. Она не ведет дневник своих дел. Она сама не понимает, что, зачем и когда она будет делать. И вот с этой каши в голове мамы начинается и каша во всем их доме. Так, чтобы график на целый день составить, да, этого никогда не было. Это очень отличное решение. Я думаю, что нужно попробовать. Сначала пиши, например, во сколько вы просыпаетесь? В девять. В девять. Вот пиши. Девять, ноль, ноль. Крупный. Подъем. Девять, тридцать. Утренние процедуры. Дальше приемы пищи. Во сколько у вас завтра? Когда вы только пытаетесь вписать распорядок дня в вашу жизнь, начинайте с одного дня. Не надо насиловать себя составлением графика на месяц, на год. Вы, скорее всего, забросите в самом начале и не выполните. Слона надо есть по кусочкам. Дальше. Занятия, игры, прогулки. Смотри, что я считаю очень важно вам вести в семье. Индивидуальное время для каждого ребенка. Маленький так свое время возьмет. Старшим четырем детям нужно выделить по 15 минут каждый день. Для меня дико каждому ребенку выделить какое-то время. То есть они же вроде бы вместе, а тут, получается, я должна их разделить. В эти 15 минут ты не занимаешься с ними развивающими занятиями. Ты вообще делаешь не то, что ты хочешь, а то, что хотят они. Мне пока сложно понять, как это будет работать. Для детей, которые еще не умеют читать, как раз идеально подойдут картинки, наклейки, чтобы они могли по ним ориентироваться. Смотрите, кастрюля, поровник. Мам, где обед? Вот суп, 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 обед. Да, вообще отличная идея, чтобы младшие дети тоже разбирались, что зачем идет, и чтобы они понимали, что вот, этот мишка нарисован. Это время для меня. Мы составили график вашего дня. Они очень быстро начнут ориентироваться, и дальше они начнут призывать к этому графику тебя. Я к порядку. Абсолютное большинство детей в восторге от графика. Они соблюдают его намного лучше, чем родители. Еще дети будут вам напоминать, что мама, а у нас-то сейчас прогулка. Так, у нас сейчас по графику игры, поэтому мы сейчас идем играть. Что случилось? Ну что, тут я забрал? Это же Костина машина. Илюша средний ребенок, и это частая история всех средних детей. Им достается меньше всего внимания, потому что родители то заняты успехами, достижениями учебы старших, то обслуживанием младших. А вот средние как-то остаются не у дел. И поэтому часто именно средние дети привыкают выпрашивать внимание слезами. Так и произошло с Ильей. Эта истерика у него неистинная. Это называется манипулятивная истерика. Истерика с целью получить желаемое. То есть, это истерика, когда ребенок может при этом говорить, когда он тебя слышит, и когда, если ты дашь ему игрушку, он успокоится. Первое. Когда у ребенка истинная истерика, он вас не слышит. Но если истерика ложная, то как только вы шепотом скажете, что «пойдем, я куплю тебе все, что ты хочешь», то ребенок сразу перестает плакать, как будто ничего и не было. Второй признак манипулятивной, то есть ложной истерики – это когда ребенок во время плача что-то теребит в руках, или перебирает ногами по земле, или наматывает волосы, или ковыряет в носу. Значит, истерика неистинная. Его нужно научить другими способами просить желаемое. Не только слезами и криком. Попроси, скажи, Костик, дай, пожалуйста. Костик, дай, дай. А пожалуйста. Дай, дай, Костик. Пожалуйста, дай, Костик. Костику что нужно сказать? Спасибо. Похвали его. Хорошо, что ты попросил вежливо, хорошо? И сказал спасибо. Молодец. Только не ломай игрушку. Я первый раз наблюдаю ситуацию, что дети играют вместе, а Тимофей сидит в сторонке. И я думаю, что очень важно для объединения этих детей придумать какую-то игру, где каждый, независимо от возраста, сможет почувствовать себя нужным и поучаствовать. Я сейчас им каждому выдам по большой белой простыни краски и кисточки. Каждый будет разрисовывать свою простынь. И потом они вместе построят домик. У тебя появится немножко свободного времени, хорошо? Хорошо. Такая простая игра на самом деле увлекает детей любого возраста. Более того, это развивает и творческое мышление. Ведь потом я предложу этот замок им украсить и разрисовать. Сейчас масса вариантов. Есть очень легко отстирывающиеся краски, водные фломастеры. Ну, главное, что дети заняты. И эта игра развивает порой даже лучше, чем специальные развивающие занятия. Я нарисовала окно с цветочком и еще с цветушками. Тимофей нарисовал какую-то желтую кляксу. Кочек нарисовал тоже окно с цветочками маленьким. А я большой, огромный цветок. Ой, как тихо у вас. Класс. Они на самом деле так здорово сейчас распределяют роли, договариваются. Аня вообще все свое творчество и душу вложила. Зачетная игра. Я возьму на вооружение. Ну, реально отличная игра. Сергей сегодня освободился с работы пораньше. Кушать хочется. У нас сегодня такой день был насыщенный. Мы и рисовали, и режим составляли, и много играли. Давай, может быть, ты мне как-то поможешь? Я устал, серьезно устал. Я тоже устал. Послушай, ну ты все равно была дома. Но эта перепалка не закончится никогда, если вы не начнете взаимодействовать. Я предлагаю вам такое простое задание, которое скажет и объяснит лучше меня. Папа целый день остается с детьми. И посмотрим тогда, как будет развиваться этот диалог. Меня, с одной стороны, конечно, это все пугает. А с другой стороны, наверное, хочется это все и прочувствовать. Чтобы потом, если возникает ответ, я вот, царевна, тут устала, и не буду готовить ужин, то хочется сказать, да ничего сложного-то в этом нет. Если бы я могла, я бы предложила Сергею не один день заменить маму, а недельки две. Весь день с детьми папа проведет завтра. А пока есть еще одна тема, которую няня обязательно должна проработать. В общем, есть эта история про то, что старшие у тебя спят вместе. Да. Очень нравится то, что они спят вместе, потому что я думаю, что вот эти теплые чувства, раз они друг без друга не могут, чтобы их пронести как можно дальше во взрослую жизнь. Ты еще скажи, что они у тебя в ванной вместе купаются. Да. Серьезно? Да. Голые? Ну, да. Пора эту историю прекращать. И все это классно, когда нежные отношения брата и сестры, но никаких голых купаний в семь и в девять лет уже не должно быть. Никакого совместного такого сна. Потому что очень часто такие штуки приводят, ну, что называется, к недетским играм. Дети любят исследовать свое тело. Но очень будет плохо, если брат и сестра начнут исследовать тела друг друга. А это почти неизбежно, если они спят под одним одеялом. Я даже не представляла, что такое может быть, да. И для меня, ну, это реально сильный аргумент, на который нужно обратить внимание именно сейчас, дабы там не вылезло каких-то последствий. Говорила ли ты с ними вообще про половые различия, про чем отличаются мальчики от девочек, про границы тела, про строение тела? Нет. Я убеждена, что половое воспитание – это очень важно. Так же, как родители учат ребенка ходить, понимать математику, понимать язык, так же важно научить ребенка понимать свое тело. Я боюсь этого, если честно. И что? Чего боишься? Я боюсь, что я не смогу им грамотно по-детски как-то объяснить. Я же не могу по-взрослому это объяснять. Знаешь, что обычно происходит? Родители стесняются говорить с детьми на эту тему. А в школе-то с ними не постесняются говорить. И поверь, лучше бы первая информация адекватная, нормально была от близкого человека. Страшно себе представить, что ребенок может вбить в поисковик и какие картинки и видео он увидит. Поэтому лучше бы сначала красиво, с уважением, с любовью эту информацию передали ему родители. Сначала мы начинаем с того, что мы, в принципе, изучаем строение тела, всего тела, а не только каких-то рук, ног и носа. И когда ты с ребенком начинаешь вот так вместе со всем телом изучать еще и половые органы, он не испытывает смущения, он не испытывает стыда, потому что так, как все остальное, это норма. И потом уже из этих разговоров выходит следующий разговор про то, откуда берутся дети. Неужели у тебя никто из твоих детей еще не спрашивал, как ты беременеешь так часто? Откуда у тебя взялись последующие дети? Только недавно Аня спросила, мама, ты любовью когда-нибудь занималась? Если ваш ребенок уже у вас спросил, мама, а что такое секс? Или, мама, ты занималась любовью? Значит, кто-то ей уже об этом рассказал. Но это нужно с каждым отдельно проговорить? Я бы устроила ваш девичий разговор. Ты с Аней и папа с Костиком. Давай попробуем сейчас, чтобы ты с Аней поговорила. Сейчас? Ну, я же с тобой здесь буду. Я, если что, где-нибудь подскажу. Ну, давайте попробуем. Для меня очень щептильная тема и мне очень сложная. Но, во-первых, в этой теме нет ничего стыдного, ничего грязного, плохого. Это просто твое тело. И ты должна знать строение своего тела и не стыдиться. Я соглашаюсь, потому что я думаю, что няня мне в каких-то моментах просто поможет, правильно направит и правильно даст информацию, что и как дозировано можно преподнести вот именно моей Ане. Анечка, ты знаешь, чем отличаются мальчики от девочек? Ну, ты сама знаешь. Волосами? Да, ну, порой, ты знаешь, девочки бреют волосы, и мальчики отращивают длинные волосы. Ну, чем? Не знаю. Ну, наверное, половыми органами. Чего? Да, это, наверное, мое жуткое упущение. Ну, писи, какая у девочек, а какая у мальчиков? Да, какая? Одинаковая? Нет. Разная? Ну, да. Да. Ну, этим и отличаются, правда, девочка от мальчика. Как называется писи у девочки и как называется писи у мальчика? У мальчика. Судулька. Судулька? Это кто так называет? Папа. Да? У девочек называется влагалище. Чего? Влагалище. А у мальчиков называется пенис. Слышала такое пенис? Мне было безумно неловко произнести эти слова при своей дочери. Я вижу, что тебе сложно это обсуждать, и я даже не понимаю, кто из вас больше стесняется, ты или Аня. Я вам предлагаю такие карточки, где все нарисовано, где все написано, и по ним можно спокойнее, намного не стесняясь, проговорить, показать, изучить. Вот первая картинка, где нарисована девочка. У нее есть голова, волосы, да, и дальше вы рассказываете про все, что есть. Это половые губы, а внутри влагалище внутри тебя там. На самом деле, это большая проблема нашего общества, что многие женщины, дожив там до очень солидного возраста и уже беременея, рожая своих детей, даже не знают, как у них устроены половые органы. Аня, ты знаешь, откуда берутся дети? Угу. Да? Расскажи маме, а то она очень стесняется этой темы. Вам будет, что обсудить без меня? А я пойду пока с мальчиками поговорю. Да, хорошо. Наверное, моя сейчас цель, это нужно выяснить, что она уже знает, и довести дело до конца, чтобы она правильно понимала все жизненные позиции, что, как, с чем, куда и почему. Вот в твоем понятии, чем отличается мальчик от девочки? У нас есть разные половые органы. Знаешь, что такое половые органы? У-у-у. Нет? Угу. Чем ты писаешь? Этим. У этого есть название, причем научное. У тебя у всех частей тела есть название? Да. Это рука, вот это плечо. Но у Ани чего-то нет. Чего-то нет. Этого. А название ты не хочешь ему сказать? У-у-у. Тайна, покрытая мрадом. А он, он пока, он, я так понимаю, что он не готов просто пока это даже принять. На самом деле здесь как раз могут вам помочь картинки, которые я подготовила. По ним проще. Это мальчик. Да. Строение его тела. У него есть голова, рука, грудная клетка, сосок, даже два соска. Тогда давай про это. Давай, читай. Так это приличное слово. Это приличное слово. Почему? Что ты боишься этого? Конечно, изучать половые органы нужно начинать, ну, не перед школой, а еще раньше, когда мы изучаем все другие части тела, и когда ребенок еще не стесняется этой темы. Здесь приличное слово. Также важно знать, где находится мошонка, где пенис, как это называется. Это взрослые слова, это нормальные слова. Поэтому эти картинки пусть остаются. Даже если он сейчас стесняется, он же это все изучит. Конечно, в идеале все эти вопросы обсудить со своими детьми до школы. Ну, а если вы уже опоздали, не обсудили, поверьте, никогда не поздно. Это поможет вам выстроить доверительные отношения с вашими детьми. А если смущение такое, что вы не можете выдавить из себя ни слова, купите книжку на эту тему. Сейчас такой литературы много. Ликбез проведен. Осталось уложить сестру и брата раздельно. Мы сейчас идем убирать игрушки, потом идем в душ, и пойдем идем спать на разных своих местах. Я не буду наверху. Значит, ты будешь внизу, Костик, наверху. Я не буду. Я думаю, что это будет безумно трудно, потому что они привыкли к друг другу, они спят вместе давно, и сколько бы я ни пыталась их разложить на разные кровати, они даже в обнимку спят. Поэтому, мне кажется, мы просто... Ну, это нереально. У няни Вики есть метод, который должен помочь в этой ситуации. Теперь у каждого из вас будет свое личное, красивое постельное белье, которого ни у кого больше нет. Так что сейчас вы все вместе, каждый расстелите свое место, и сегодня будете спать по-новому. Так, Аня себе уже выбрала место. Прекрасно. Мне понравилось белье, потому что оно более девчачье, и потому что оно мое. Обратите внимание, дети очень увлеченно подошли к этому заданию. Я думала, что будет какой-то протест, скандал, но на самом деле, как таковой, проблемы и нет. Главное, умело, грамотно подать детям эту идею раздельного сна. Я вообще не ожидала, что так произойдет, что вот какое-то просто постельное белье разного цвета сможет их просто разложить в спальне и двухъярусной кровати, поэтому для меня это был просто шок. Твоя задача быть настойчивой и с любовью, но настойчиво объяснять, что нет, вместе уже не будет. Вы можете пообниматься, поваляться, но дальше каждый идет спать к себе на свое красивое постельное белье. Я с вами прощаюсь. Спокойной ночи. До завтра. Согласно последним опросам, 70% родителей за половое воспитание, но при этом 60% из них не готовы разговаривать сами об этом со своими детьми. Они смущаются, стесняются, ведут себя как дети. Хотя на самом деле очень важно, чтобы с детьми поговорили именно близкие взрослые. Надеюсь, что они поняли важность этой темы и продолжат ее даже без меня. Сегодня мне пришлось краснеть. Белеть. Белеть, да, потому что мне было самой стыдно и, наверное, для меня самой какой-то был запретный тем. Нет, у меня тоже какой-то определенный момент была паника прям. С нами-то никто не разговаривал. Нет, может быть, поэтому и закомплексованные такие благодарны няне, что она открыла глаза на такую великую проблему. Не, за сегодня вообще много было как бы скрытых проблем-то. И я сегодняшним днем доволен. Завтра, я так понимаю, что мы меняемся с тобой местами. Ну, ты готов? Ну, Ахучка, у меня есть вариант какой-то. Нет, ну, уже выбора нет, но все равно ты должен подготовиться психологически, морально и физически. Ладно, завтра все покажем. Сегодня няня Вика продолжит работать с проблемами многодетной семьи. Доброе утро. Здравствуйте. Это снова я. Да, мы вас рады видеть. Как вчера укладывание? Ну, все спали в своих местах. Ну, по крайней мере, старшие даже не приходили. Серьезно? Да. Все было. Просто браво. Наташа, я восхищена. Это очень круто. Доброе утро. Приятного аппетита. Спасибо. Сегодня точно будет интересный день. Сергея ждет настоящее испытание. Он остается один с пятью детьми. Мне очень интересно посмотреть, как он справится. Да, я подошел к этому очень ответственно и сегодня взял отгул. Спасибо тебе большое, что так серьезно отнесся, потому что задание нестандартное. Давай так, ты сейчас напиши свой список дел. Сначала самые сложные, самые энергозатратные. К вечеру уже всякая рутина. И дальше я скажу, что с этим списком дел мы будем делать. Хорошо? Мне этот эксперимент безумно нравится. Я хочу посмотреть, как папа справится со своими обязанностями. Я очень надеюсь, что вот такой эксперимент позволит Сереже понять, что воспитание детей и забота о доме – это тоже работа. И порой более сложная, чем та, на которую ты приходишь в девять и уходишь в шесть. Список дел готов? Да. Я ему написала минимум, который я могла бы сделать в день. Конечно, я делаю намного больше. То есть погулять с детьми, сходить в магазин, приготовить обед, с Аней выучить стих, с Костей поиграть в шахматы, с Тимофеем почитать какую-нибудь книжку, а Илью научить играть в мяч. Я надеюсь, наш папа сам на себе испытает все то, что я испытываю, и будет понимать, насколько можно устать, с детьми сидя дома. Все, Наташ, тогда на этом ты свободна. А мы, Сережа, остаемся дома с детьми. Мы будем прыгать, бегать и скатать. Так вообще страшно. Ну, в нормальном мужчине, я думаю, каждому будет страшно. Да я не думаю, что вообще найдутся такие дураки, как я. Кто бы с первого раза, так вот с пятью прям, остался бы один на один. Мать будет наблюдать по монитору за тем, как отец справляется с детьми, чтобы после они смогли обсудить трудности, с которыми Наталья сталкивается ежедневно. Пункт наблюдения обустроен в машине съемочной группы. Я не смогу ни подсказать, где что взять, ни подсказать, чем накормить ребенка. Для меня это, ну, вообще как бы очень странно. Вот, посмотрим, что из этого получится. Давай, Леале, Ам, и тебе. Как нет? Я сейчас дам по ушам тебе. Ну что? Закрой глаза и открой рот. Вот так. Раз, два, три. С большим трудом папа накормил Тимофея. А сейчас Сергею нужно собрать детей на прогулку. Я думаю, что я подключу старших детей, потому что они-то собирались с мамой не один раз, поэтому я думаю, что они знают, где все, где что находится и кому чего надо одеть. Аня, на, держи. Вот этого одеваешь ты. Костик, пойдем со мной. Берешь он того и того одеваешь. А ты пойдем со мной одеваться. Паш, такого варианта у меня не было, признаюсь честно, но посмотрим, что из этого получится. Может, правда, неплохая идея. Сюда иди. Это твои? Да. Точно? Точно твои? Да. Главное не надеть Анькину одежду на Санька Маленького. Сейчас Анькина тебе одену. Давай ногу свою выпрямляй. Чего? Писать? Нет. А что? А что ты мне не сказал, что я их наизнанку одеваю? Я не должен говорить. Да я не знаю. У тебя получается? Или как у меня? У меня тоже тяп-ляп. Ушлась она. А мы тут одни остались. Да, да. Ну, больше всего мне интересно, как папа справится, конечно, с Тимофеем и с Ильей, потому что они оба, в принципе, примерно одного возраста и оба шебутные и оба непослушные. Нет, ты снимаешь. А это надо наоборот ему надевать их. Ну, все, все, все. Не плачь. Ну, вот видно, что папа, конечно, не справляется. Это бардак. Молодец. Вот этот май наизнанку одел. Порой дети не хотят собираться на прогулку не потому, что они не хотят гулять, а потому, что сам процесс сборов очень нудный и муторный. Я вам предлагаю использовать все-таки какую-нибудь игровую форму. Дети в игровой форме намного легче слушают ваши указания, чем когда это дается директивно, а то и ором. Поэтому придумайте, куда вы собираетесь. Может быть, вы идете на Северный полюс, может быть, у вас экспедиция в Африку. Играйте, соревнуйтесь с детьми, кто из вас оденется быстрее. В общем, придумывайте любую игру, и это поможет детям без скандалов, слез и долгого времени собраться на прогулку. Кататься идем? С горки там, в снегу валяться. Драться будем сейчас? Да, да, да! Тогда быстро одеваемся, давай. Ну, и так каждый день, да. Ну, и кому-то, наверное, кажется, это легко. Аня, пойдемте на нашу площадку. Нет! Пойдем, Костик, Илья! Аня! Проблема у себя в том, что они разбегаются, как тараканы. Их вот это вот собрать, это целое пип-пип. Кость, а где все-то? Снега-уборочная машина, прячься! Мать убьет нас. Мать нас убьет! А мама нас казнит с тобой. Вот сам потом по больницам и будешь с ним кататься. Да-да-да-да-да-да-да-да. Че, замерз? Да! Че, взял, залез под снег? Караул. Просто караул. Один куда-то в снег ныряет, другой куда-то там бежит, сломяк голову. Пап, догоняй, давай! Сейчас. За мной, мальчишки! Папа понял, чтобы дети не разбегались, нужно включиться и играть с ними вместе. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Аня, это какая-то сорока. Вот так. Готов клиент. С прогулкой папа справился. Теперь нужно сходить за покупками. Первый, наверное, опыт, когда я с ними со всеми один. То есть мы были с мамой в магазинах, ну, так что, поэтому мы как бы разбирали их. А здесь я с ними оказался один. Ну, в магазине мне очень интересно посмотреть, как он, как дети будут себя вести с папой и как они будут все выпрашивать. Берите тележку. Пошли. Да, наполняем. Мы пришли за продуктами, потому что надо было приготовиться к ужину. Сыр возьмем. Это есть? Давай хлебушку возьмем. Печеньки, пап. Смотри, поченьки, поченьки. А, вот эти вот, кстати, вкусные, да. Печеньки, печеньки. Сразу пошло не так, что они сразу побежали искать вкусняшки. Красаны! Нету мороженого. Пошли. Нету мороженого. А что это такое? Это кулаца, а это печенье. Это что, мы будем вот это обедать, вот этим, да? Да. Отлично. Все, пошли. Многие родители так боятся отказывать детям, потому что сейчас какая-то мода на то, что нельзя говорить, нет, детям ничего нельзя запрещать, должна быть полная свобода. Но на самом деле всеразволенность портит детей не меньше, чем постоянный запрет. Давай, тяни, пойдем. А он сидит еще? Кто сидит? Сидит, так может, посадить, вам тяжело его носить. Да ладно. Так, ищем. Видно, что для папы это нестандартная, непривычная ситуация, поход с детьми по магазинам. Он носит малыша на руках постоянно, вздыхает, ему тяжело, еще тележку катить. Но до него даже не доходит, что можно малыша в тележку посадить. Там есть специальное место для маленьких детей. Отойди, зачем тебе это надо? Ты никогда не пил это. Хорош! Я уже и так нервничаю, если честно. Все, хорош, положили, все, уходим. Пошли. Илья! А нервы-то у папы оказались нежелезные. Все-таки начинают срываться. А Илья где? Вот так. Илья куда пошел? Вы пока пробивайте, я сейчас подойду. Конечно, прямо здесь, в магазине, я не буду рассказывать папе, как в идеале вести себя в магазине с детьми. Но дома отдельно обязательно обсужу с ним это, потому что видно, что для всех это стресс. Поход в магазин, я считаю, это такой фиаско. Для меня это фиаско. Надо было приготовиться к ужину, а мы приготовились к сладкому обеду. Меня не грохт на цене. А где его змея? 2824. Оплата карты и наличные? Наличные. На 3000 набрал. Ужас. Я набираю на 3000, но я набираю и овощи, и фрукты, и мясо, и все то, что более полезное для детей. Сережа, а почему тебе так сложно было отказать детям? Здесь, наверное, сказывается еще детская психологическая травма. Потому что нам-то в детстве, как говорили, часто нет. И хочется, чтобы у них эта жизнь была немножко другая. Мы думаем, что мы, не отказывая детям, будем такими хорошими родителями. Что они тогда нас будут слушаться, тогда будут ценить это. Но ты видишь у них какую-то ценность этого? Поэтому мне кажется, тут важно дать себе отчет, что иногда можно сказать нет. Если уж идти сидеть не в магазин, то там пусть они почувствуют себя нужными. Ты, пожалуйста, принеси хлеб, ты, пожалуйста, принеси молоко, оно вон в том отделе, ты капусту, а ты морковку. Так что ничего в этом страшного нет. Я уверена, что в следующий раз ты уже по-другому будешь с ними ходить в магазин. Ну что ты, паник, Сереж? Подустол я. А еще только до обеда мы не дошли. Что у нас там по графику? Вот как раз сварить обед. А что там четвертое? Выжить? Выучить. Но наша психика буквы складывает так, как нам нужно. Сейчас я вам мясо разогрею. У нас вон есть мясо. Нам мама оставила заготовки. Ой, пап, мы хотим не мясо, а пельмени. Будем есть то, что я приготовлю. Понятно? Вы меня сегодня в магазине вытрепали всего. Давайте поубираем немножко. Вот все, что это, вы все поели и все разбросали. Пантики вот это вот. Уборка быстро переросла в игру. Молодец. Забыл, 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 забыл. Вонский магнитофон. Сгорело. Да вы что? Кто будет с жареным мясом? Очень. Да нет, а это уже уголечки, Сереж. Надеюсь, он этим не будет кормить детей. Эх. Бутиль. Наташа еще и говорила, что он хорошо готовит. Сухарики. Ну, есть у нас, наверное, запасной вариант. Какой? Шоколадки, которые ты накупил? Костя! Илья! Давайте кушать садиться. Да, они шоколадки. Анечка. Ой, спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Давайте доедайте и будем заниматься уже с вами. По графику. Я эти все съем. Мне, 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 мне. Ну, вроде накормил детей, и слава богу. У нас же по плану что сегодня? Мы с тобой должны выучить стишки. Давай мне этот учебник свой. Мне не нравится учить стихи, потому что у меня плохая память. И то, что я не усидчивая. Я буду учить стихотворение, которое нам задали. А не что попало. Мне было очень тяжело ей объяснить, что любое стихотворение идет тебе только на пользу. Стихи развивают память, речь и мозговую деятельность. Ну, что ты ее уговариваешь стих учить? Надо просто сказать. Учим стих, берем и учим стих. На это сейчас идет куйма времени. Вот, смотри, белая береза под моим окном. Ну, пап! Что? У меня уже сегодня все. У меня нервный срыбок. Белая береза под моим окном. Психологическая травма у меня. Так. Принакрылась снегом. Принакрылась. Принакрылась – это значит накрылась, но не совсем. Принакрылась. Посмотри, Анют, что помогает заучивать стихи. Это подойдет таким подвижным деткам, которым сложно усидеть на месте. А, знаю это. Ну-ка, расскажи, что ты знаешь. Наматывай. Да! Если ты знаешь, ты можешь показать Ане, потому что она от тебя будет усваивать информацию намного лучше, чем от меня. Белая береза, виток, под моим окном, виток. Да. Прям читай и наматывай. Белая береза под моим окном. Принакрылась снегом, точно серебром. Вот такое простое упражнение помогает и детям, и даже нам, взрослым, запоминать тексты и стихи. Берете нитку или веревку и во время произнесения каждой строки наматываете на палец. Таким образом, ваш мозг связывает физическое действие с умственной нагрузкой. А когда на уроке нужно будет произнести те же самые стихи, можно научить ребенку убрать руки за спину и наматывать за спиной невидимую ниточку на палец. Это будет помогать вспомнить те самые строки. Мне очень понравился метод, который предложила Виктория. Очень понравился. Он действенный. Сергей, у тебя сейчас уже пора со следующим ребенком заниматься. Да. Аня прекрасно справится без тебя. Правда, Ань? Справишься? Не опозоришь меня и няню. Вот смотри, что делает «Не опозоришь меня и няню». Ну хорошо, Аня, давай, все. Ну куда ты пошла-то? У тебя так круто получается. Я в тебя верю. Вот позитивная мотивация. А ну-ка не опозорь семью. Это вот доводит до чего. Закончив с Аней, отец переходит на кухню, чтобы сыграть с Костей в шахматы. Он постоянно «Пап, мое время, пап, мое время, пап, мое время, мое время, дайте мне мое время». Костик получает, наконец-то, своего папу. Папа играет мальтийскую атаку. Мальтийскую? Мальтийскую. Ну, тоже бью. А ты меня еще бей. Вот. И здесь у нас возникает совсем другая проблема. Куда же бежать? Куда же бежать? Я стою, мама, по-моему, я не буду бежать. Иди, иди, гуляй. Илья, что ты хочешь? Кушать, что ли? Ну нет, Сергей, у нас так индивидуальное время никак не получится. Наша задача – уделить время качественное, один на один Костику. Значит, остальных детей нужно организовать так, чтобы они развлекали себя сами. Они же все равно у вас смотрят мультики. Так пусть они посмотрят эти свои 15 минут сейчас, чтобы ты спокойно поиграл с Костиком. У Костик там психанул у нас. Такой ранимый товарищ. А Костик уже обиделся, конечно. Папа! Что? Вечер без мамы Сергей проводил тяжело. Нервов уже не хватает. А еще столько дел впереди. Еще далеко не весь этот план выполнен. Папа, сейчас ты? Пойдем, у нас с тобой незаконченная партия. Кость, ну пойдем, доиграем. Нам осталось чуть-чуть, Кость. У меня есть ощущение, что с этим заданием папа все-таки не справился. Время вышло, никакого индивидуального внимания ребенок не получил. И сил на то, чтобы провести время с Ильей, у папы не осталось. Все? Конец фильма? Да. У тебя сейчас по плану нужно поиграть с Илюшей в мяч. Все-таки уделите ему какое-то время. Как раз пока Саша спит. Ой. Может, они сами уже поиграют в этот мяч? Ну, уже все, уже сил уже никаких нет. Когда дошла очередь до Илюхи, у меня уже после всех этих набегов печенегов-то, и нервная система начала немножко подбуливать. Что тебе надо? Берите мяч и играйте сами. Все, сил нету больше с вами беситься. Нету. Целый день. Все. Нос. Не сдержался. Вот, теперь, надеюсь, ты понял, каково мне с пятью детьми дома одной, а еще и ужин приготовь. В общем, эксперимент с одной стороны удался, с другой стороны папа выключил все эти процессы, и это опасно. Я все маленькая. Обещай. К концу дня папа устал, а мы соскучились по маме. Все, я не могу на это смотреть. Я, наверное, пойду все-таки спасать ситуацию, спасать детей. Задача эксперимента была, чтобы ты чуть лучше стал понимать свою жену. Чуть лучше стал понимать, что с ней происходит вечером, и почему она иногда не то, что там ужин приготовить не может, а даже не может ласково тебе ответить. Все-таки пять детей, это правда много. Но это правда задачка со звездочкой. Ты сегодня это почувствовала? Привет. Привет. Я вернулась. Все, пропади все пропадом уже. Но самое главное, что она пришла. Поэтому мне было уже без разницы, что сейчас будет происходить. Я уже понял, я свободен. Где мой ужин? Я хочу кушать. Хочи. Ты с такими словами каждый день приходишь с работы. Сегодня мы с тобой поменялись ролями. И где? У нас опять начинается конкурс. Кто больше устал, кто меньше сделал. Сразу с претензий. Я с тобой полностью согласна, что он провалил план по некоторым пунктам, мягко говоря. Но что-то он все-таки сделал, и что-то он сделал хорошо. И я предлагаю начать не с претензий, а с благодарности. С благодарности и с восхищением, и с каких-то добрых слов друг к другу. Поехали. Ну что-то сегодня было хорошее. Ну если честно, я даже думала, что он не сможет и ходить на улицу гулять. Вот если честно. Потому что для меня это тоже большая проблема. А тут они даже в одной комнате были, и даже он их никуда как-то не выпускал. Еще я восхитилась то, как ты Тимофея кормила. Вообще отличный вариант. Спасибо тебе огромное, спасибо. Я тебя очень люблю. Сергей, есть что ответить своей красавице жене? Я, конечно, восхищаюсь твоим умением. Твоим умением управляться вообще с этим. Достойно похвалы. Достойно. А пока отдыхайте. И я, пожалуй, отдохну. Я тебя понимаю, мне тоже надо отдохнуть. Все, счастливо, ребята. Все, до свидания. Спасибо большое. Спасибо. Я безумно рада, что ты провел этот день с детьми. И вообще было бы так хорошо, если бы так было почаще. Я вижу, что родители действительно устали. И уже не верят в собственные силы. Им тяжело даются нововведения. Но знаете, почему они устали? Потому что они действительно стараются. Папа сегодня целый день старался искренне исполнять каждый пункт из списка мамы. Но в конце дня выгорел, устал и сорвался. То же самое происходит с большинством мам. И я надеюсь, что папы, посмотревшие эту программу, лучше поняли, почему их жена вечером не всегда ласковая. Но я верю в эту семью. И надеюсь, что если они не бросят начатое, то мы уже не узнаем прежних Комаровых и увидим действительно сплоченную дружную команду. Сегодня у Комаровых день самостоятельной работы. И няня Вика приготовила несколько заданий. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Как дела? Все хорошо? Да, тут, конечно, даже пройти сложновато. Детки постарались хорошо. Но ведь уберете? Нет. Давайте убираться, давайте. Я не разбираться. Как ты думаешь, вот на вскидку просто, сколько у вас игрушек? Тысяча! Миллиард! Тысяча миллиард! Дом Комаровых стал моим личным рекордсменом по количеству игрушек, книжек, развивающих пособий и конструкторов, которые я вообще видела в своей жизни. Это фактически магазин игрушек. На самом деле, для нормального развития достаточно по пять игрушек на каждого ребенка. Но, по сути, конечно, это может быть, скажем, от трех до семи. В зависимости от возраста. Чем старше ребенок, тем большее количество игрушек ему может понадобиться для того, чтобы провести время. Эта методика не означает, что все остальные игрушки вы должны выбросить. Нет. Вы просто убираете их пока куда-то подальше. Потом вы их замените на другие. Ты говоришь детям, что каждый из вас, пожалуйста, выберите пять игрушек, в которые будете играть в ближайшее время. Пять самых-самых любимых. Это именно игрушки. Это не пластилин, не книжки, не фломастеры. Все остальное, что я назвала, это развивающий материал. А вот игрушки – это для души, для веселья. Поэтому, конечно, их должен выбирать не родитель, а сам ребенок. Конечно, изначально дети могут нервничать или злиться, или тревожиться. Но когда они поймут, что их любимые игрушки никто выбрасывать не будет, дети успокоятся, им будет намного проще. Очень хороший эксперимент. Я думаю, стоит к нему прислушаться. Вообще сегодня большую часть времени вы проведете без меня, потому что моя задача – научить вас справляться без помощи психолога и няни. Завтра приеду и надеюсь, что увижу здесь вообще другую картину. Попробуем справиться. Ну, конечно, волнительно, но я попробую справиться. Начинаем? Ты во что будешь играть? В лего. В лего. А еще во что? Я в мое лего. Я его себе забираю. Вот, уже, видите, одна игрушка на двоих. Вообще отлично. Вообще просто хорошее решение. Пояс ту-ту оставляем? Ту-ту. Оставляем. Ну и, наверное, все. Хватит тебе, да? Мы вроде бы в процессе обсуждали с детьми, кому мы что оставляем, но, конечно, последнее ключевое слово говорила, наверное, я. Ну, наверное, неправильно это было. Не знаю. Тимофей! Ай, Тимофей тоже хочет. Послушай. Не поделив игрушки, Илья снова начал истерику. Вспомнит ли Наталья, как рекомендовала вести себя няня Вика в таких ситуациях? Посмотри, как у тебя много машин. Он одну машинку взял. Он одну машинку взял, а у тебя много. Ну, у тебя же много машин, Илья. Посмотри, давай считай, сколько у тебя машин. Посмотри. Одну ему, одну машинку ему оставь. Одну. Маш, на это. Какого цвета машин? Посмотри. Какого цвета машина? Приходит папа. Раньше времени домой. Мы вообще не ожидали такого. Давай, залази на меня. Ну, как день прошел? Фу, Наташка, суматоха страшная. Вот суматоха. Слушай, что ты это? Малая игрушка стала. Это у нас сегодня было домашнее задание от няни. Собрать по пять игрушек на каждого ребенка. Поэтому мы сегодня весь день потратили на разбор вот этого всего. Жалко, я не принимал в этом участие. Я бы убрался намного чище. То, что они разбирали эти игрушки и сами отказывались от этого, это очень большой плюс. Я думаю, что я буду проводить это почаще. Я решил тебе помочь с ужином. Тогда я играю с малышами, да? Я думаю, да. Я сейчас быстро начну готовить. Хорошо. Я, наверное, провел такую домашнюю работу в голове и думаю, что я прицепился ко всем с этим ужином. Ну, есть у меня возможность. Ну, сделай, что ты ерундой занимаешься. Дети решили поддержать папу в кулинарных начинаниях. Да. 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 Еще дать? Да. Польше еще тебе вилок наружу. Да. Ой, Тимоша, вкусно? Тимоша приготовил нам. Ммм, красота. Надо тоже поесть, а то вдруг у папы не получится ужин. Хоть тут накормят. Дайте, Маш, Господи, что бы я без тебя делала? Ну, потом скажите, что это невкусно. Наташ! А? Пойдем кушать. Готовы. Да ладно. Ты что, да ладно. Ого! Вот это шедевр. Нас просто безумно порадовал. Он приготовил вкусный ужин. Ну, была прекрасная подача ужина. То есть, не как обычно, просто там разложено по тарелкам. Видела, ну, это что-то прям... И заметь, не столько много времени это заняло. Красота. Благо, был уже готовый риск. Да. А кто был с детьми? Ты. В общем, папе огромный респект. Он просто умничка. День самостоятельной работы закончился. И родителям осталось поделиться своими впечатлениями в видеодневнике. Как нам Вика сказала, что три позитивные вещи, во-первых, да? То есть, друг другу говорить какие-то комплименты. И уже, наверное, жизнь совсем по-другому пойдет. Если не агрессировать и не отвечать на эту агрессию, то будет какой-то позитив, то мы просто, ну, в какое-то русло, возможно, вольемся в такое, в которое мы будем друг другу понимать. И, по крайней мере, говорить почаще друг другу комплименты. Ты согласен? Убедила. Последний день работы няни Вики в семье Комаровых начинается с анализа самостоятельной работы. Ну, какая чистота у вас сегодня? Это перед моим приходом вы прибрались? Или все-таки вчера самостоятельно? Насколько меньше? Тут вообще пустое место появилось. Ну, мы, наверное, часа три или четыре разгребали. Как дети это пережили? Вообще отлично. Когда порядок, как-то дыжится легче, да? Что еще вчера было на самостоятельной работе? Так. Тут опять истерика Илюши. А Тимофей тоже хочет. Послушай, посмотри. Одну ему, одну машинку ему оставь. Одну. Какого цвета машина? Посмотри. Какого цвета машина? Вот. Илья меня вообще просто не слышал. То есть это был винт. То есть он как кричал, так и кричал. И кричал он очень долго. И, ну, это было неуправляемое. То есть потом он успокоился, обнял меня, поцеловал и, в принципе, и Тимофей сразу отдал ему игрушку. Со временем он поймет и научится, что намного, ну, если вы будете вести себя последовательно, что намного эффективнее попросить спокойно. Если оценивать нашу домашнюю работу по пятибалльной системе, наверное, поставила бы четверку, потому что все равно мы не были настолько совершенно придерживались всего того, что нас научила Вика, потому что это нужно, чтобы вошло в систему. Я хотела сказать, что я вашей семьей восхищаюсь. Вы для многих-многих семей можете быть очень классным, вдохновляющим примером. На самом деле, помогающим увидеть, что жизнь с пятью детьми, в том числе один из которых особенный, может быть счастливой, гармоничной. Если бы вы прикладывали чуть больше усилий для организации и распорядка, то я уверена, что ваша семья была бы примером для очень многих. Комарова меня порадовали. Они действительно справились с большой частью самостоятельной работы без меня и хорошо. Помните, в первый же день я давала вам задание нарисовать семью? Да, было. Помнишь? Я твой рисунок очень хорошо запомнила. Но сегодня я приготовила для вас задание еще интереснее. Мы тоже будем рисовать, но уже не здесь и не карандашами. Поехали? Я даже теряюсь в догадках. Я не знаю, что Вика нам может такого интересного придумать. А вот и обещанный сюрприз. Да, прикольно. Это специальная студия рисования песком. Рисование на песке очень круто помогает в развитии детей, помогает справиться с каким-то эмоциональным напряжением. Так что я надеюсь, что вы весело проведете время, интересно и полезно. Ставим на середину стола и раздвигаем. И вот такими движениями мы чистим наш экран. Дед, так ставь и раздвигай. Давай теперь сам. О, как здорово получается у тебя. Давай еще так смелее. Мне само это интересно. Я никогда этого не пробовала, поэтому, оказывается, можно многими пальцами рисовать, не только одним, и получаются такие картины просто колоссальные, что вот даже вот не описать состояние, да. Я вообще в восторге в полном, потому что это двумя руками, что развивает мышь полушарные связи. Это постоянно какими-то пальцами, не только одним там указательным рисуешь, да. Так, друзья, теперь у меня к вам следующее задание. Нарисовать всем вместе рисунок семьи. Общий. Тюки, отойди. Вот так вот. Ага, ты их всех обнимаешь. Конечно. Мне тоже очень понравился этот рисунок, потому что он вроде как глава семьи, а мы вот все под его крылышком. То есть мне прям очень-очень. В общем, я рада, что у вас получился ваш общий коллективный рисунок. И хотя каждый в вашей семье личность, вы все-таки сумели найти главного, который сделает так, чтобы вместе были все. Я надеюсь, что теперь это будет не только на рисунке, но и действительно в вашей семье. Ну что, Сергей и Наталья, скоро мы с вами уже попрощаемся. Мы с вами вместе прошли большой путь от того момента, когда я увидела белый флаг, и до этой минуты. Огромное спасибо Виктории за то, что она дала нам кучу советов, которые я хочу воплотить в жизнь. Работа няни Вики в семье Комаровых закончена. Пора снимать белый флаг. Жизнь семьи с пятью детьми, один из которых особенный, может со стороны казаться очень трудной. Но на самом деле мы с вами видим, что и в этой семье работают все те же правила. Четко выстроенные границы, определенный распорядок дня и взаимопонимание между мужем и женой. Надеюсь, что семья Комаровых взяла эти правила на заметку и будет соблюдать их и дальше. И тогда мы все с вами поймем, какой бы большой и шумной ни была ваша семья, главное, чтобы она была дружной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова